Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Если вам нравятся простые доступные рецепты, то не забывайте поддерживать меня, ставить лайк, подписываться, обязательно пишите мне комментарии, делитесь моим видео со своими друзьями, ну а я буду делиться с вами своими любимыми проверенными рецептами. Ну а теперь давайте будем начинать. Буду готовить пышные оладьи без яиц. Если вы никогда такие не пробовали, обязательно попробуйте приготовить, я уверена, что вам понравится и самое главное, что эти оладьи впоследствии не опадают. Для приготовления нам необходимо 400 мл теплого кефира, мука 320 г, соль пол чайной ложки, сахара 2 чайной ложки и соды 1 чайная ложка, растительное масло для жарки, у меня это обыкновенное подсолнечное, которое рафинированное. И также буду еще добавлять стакан натертых яблок, здесь у меня смесь яблоки и абрикосы, натирала на крупной терке. Самое главное условие, то что кефир должен быть обязательно комнатной температуры. Если у вас времени нету, то тогда подогрейте в микроволновке. И также не увеличивайте количество сахара, иначе ничего не получится. Я переливаю кефир в емкость, где буду все смешивать, добавляю сюда сразу соль и сахар, и тщательно перемешиваю. Перемешиваю просто обыкновенным венчиком, миксер здесь нам не к чему. Пока у меня тут соль и сахар окончательно растворяются, я буду вводить муку. Вводить буду в 2-3 приема, предварительно ее просеивая. И перемешиваем. Просеиваю последнюю порцию, и сюда же, прямо сверху, высыплю соду. И затем все перемешаю до однородности. Тесто, кстати, получается достаточно густое. Это нормально, так и должно быть. Удобно, кстати, чтобы вот тарелка при смешивании, либо доска, когда нарезаешь продукты, не ездила, то подкладывать резиновую тряпочку. Все, у меня тесто практически готово. Смотрите, оно такое достаточно густое. И сейчас буду вмешивать фруктовую часть. Удобнее это будет сделать вилкой. И перемешиваю для того, чтобы все у нас распределилось равномерно. Больше тесто перемешивать нельзя. Я его отставляю в сторону, разогреваю сковороду. Добавляю вот прям чуть-чуть растительного масла и размажу его кисточкой. Но в дальнейшем буду уже добавлять по мере необходимости. Буду выкладывать при помощи ложки. И выкладывать тесто не очень много, с учетом того, что оно будет еще в будущем подрастать. И буду выпекать с обеих сторон до золотистой корочки. Выпекать необходимо на не очень большом огне, чтобы наши оладьи успевали пропекаться внутри. Кстати, вот видно, как оладьи поднимаются. Вот поднимаются, можно сказать, на глазах. А вот такое количество оладушек у меня получилось с исходных продуктов. Они, конечно, поднялись за счет того, что здесь есть фруктовая составляющая не так сильно, как без нее. Но все равно вы видите, что они такие достаточно толстенькие. И потом не оседают. То есть даже те оладушки, которые остыли, все равно пухленькие. И вот так выглядит внутри. Ну вот видно, что абсолютно они пропеклись. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. Я очень надеюсь, что мое видео вам понравилось. Если это так, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Вы можете это сделать и комментарием, и лайком. Можете поделиться моим видео со своими друзьями. Я буду благодарна, если вы решите подписаться на мой канал. Ну, а теперь давайте будем с вами прощаться. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!